Для приготовления теста для булочек со свежими сливами нам понадобится 1 кг просеянной муки, 11 г сухих дрожжей, пол литра кефира, 2 яйца, пол столовой ложки соли, пол стакана сахара, пол стакана подсолнечного масла. Для приготовления начинки нам понадобится пол килограмма свежих слив, панировочные сухари, сахар и одно яйцо для смазывания булочек. В глубокую емкость наливаем кефир, добавляем туда сухих дрожжей, соль, сахар, 2 яйца. Все хорошо перемешиваем. Добавляем подсолнечное масло. Еще раз хорошо перемешиваем. Затем добавляем просеянную муку. Все перемешиваем. И замешиваем тесто. Накрываем его крышкой, даем подняться в два раза. Затем еще раз вымешиваем. Даем подняться в два раза. Свежие сливы разрезаем пополам и удаляем косточку. Готовое тесто. Выкладываем на стол и хорошо вымешиваем. Затем отрезаем кусок. Раскатываем его в колбаску. Делим на несколько кусочков небольших. Каждый кусочек обмакиваем в муке. Делаем шар из каждого кусочка. Затем, помешиваем в муке. Дам. 2. Гм. Роктора окинщ participar. Прямо слово объせем именно. Предпол skippedเร mmm followed all the pages добавляем Y Logo у 4 декабря, и Peninsula . font. Каждый кусочек раскатываем скалкой в маленькую лепешечку. Добавляем в нее чайную ложку панировочных сухарей, чайную ложку сахара и сверху выкладываем сливы. Защипываем края пирожка, придавая форму лодочке. Выкладываем в смазанную растительным маслом форму для выпекания. Каждый пирожок, после того как он поднимется, смазываем взбитым яйцом. Выпекаем пирожки в нагретой духовке на 180 градусов 20 минут. Как только пирожки испеклись, даем им остыть. Затем вынимаем из формы. Приятного аппетита! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...